Добрый день! С вами Ирина Багнюк и канал Усадьба Багира. Значит, сегодня у нас наш фикус плетеный косичкой. Вы видели его где-то 7 месяцев назад, прошлой осенью. Вот так он оброс. Зиму он провел в теплице. То есть не рос зимой практически. Можно сказать совсем. И весь прирост, который есть, вот это вот новенькое, это уже за весну. Вот они хорошенькие, длинненькие. Вот такой вот он оброс. Значит, его прям необходимо обрезать. Хотя может показаться, вот лицо, может показаться, что в принципе все неплохо. Все неплохо, но только на данный момент. Потому что дальше, если мы сейчас не проведем обрезку, то будет не очень хорошо. Сейчас я тут найду, на чем вам показать. Вот здесь. Значит, смотрите, на что мы будем обращать внимание. У нас есть ветви. Ну, мало того, что есть ветви, которые вот длинные, и они начинают ложиться на нижние. Нижние у нас не видят цвета и постепенно будут терять листву и отмирать. Да, это понятно. То есть нам надо сокращать вверх, чтобы нижние росли. Но у нас есть вот такие толстые веточки. Довольно высоко. То есть выше его крона уже не будет. То есть это максимум. У него уже форма задана. Прошу прощения. У него форма задана. Поэтому у нас так высоко такие толстые ветви не нужны. Вот здесь. Должны быть уже маленькие и тоненькие. Вот такие. Вот такие тоненькие. Поэтому нам надо будет выискивать такие толстые веточки и от них уходить. Мы их срезаем, переводим на более тонкие. Что мы учитываем при этом? Мы учитываем у нас тут все-таки три ствола. Вот. Заглянем сюда. Один прям толстый. И два других, ну, более-менее одинаковые. Тот, что сейчас ко мне, он потолще. Этот чуть тоньше. То есть, соответственно, мы учитываем то, что у нас есть более толстый ствол, более сильный. И, соответственно, если мы посмотрим внимательно, именно у него будет больше таких толстеньких веточек, которые надо переводить. И именно у него будет больше длинных, новых ветвей, сильных. Вот они выросли. Которые тоже будут сейчас вот так укладываться и постепенно нам убирать. То есть, тут будет плохо видно это все, я понимаю. Поэтому я так рассказала, что мы будем делать, что мы будем искать. И теперь будем обрезать. Значит, начинаем с более толстого ствола. И хоть и одно дерево уже все сросшиеся, но все равно этот более толстый мы с него и начинаем. И вот эти вот толстенькие мы переводим. Сейчас, секунду. Сейчас, сейчас я обрежу и вам покажу. Значит, вот мы его срезали вот так. Переведя на вот эту веточку и вот эти веточки. Очень бы хотелось его срезать аж здесь. Оставить вот эту. Но она одна, маленькая и довольно слабая. Так как она была закрыта. Плохо видела свет. Видите, она прям вся белая-белая. Там зеленого пигмента вообще нет. То есть, мы можем потерять всю эту ветвь. А это бы не хотелось. Поэтому выбираем вот то, что можем. И таким образом постепенно обрезаем. Теперь следующие. Следующие тоже такие. Вот у нас за ней находятся. Ой, как бы это все показать. Вот за ней находится. Вот толстенькая. Если я все правильно вижу отсюда. И тут тоненькие. Тоненькие оставим. От этой толстой будем уходить. Сейчас обрежу. Покажу. Так. Вот смотрите. Ой, вот она тут была. Мы ее убрали. Кажется, что мы получили здесь яму. Где она? Вот здесь. Но, секунду, я не вижу ничего. Вот эти веточки теперь смогут сюда расправиться и нормально расти. Мы их еще пострижем сверху. И это будет хорошо. Следующую также смотрим. Ищем, что у нас есть толстенькая. Вот тут есть толстенькая. Но ее мы не можем от нее уйти совсем. Поэтому просто сократим ее. Хотя нет, можем. Можем. Она, их тут несколько прямо. Что вот эту толстую убираем. А те маленькие оставляем. Они у нас не переросли потом прям в очень толстые ветви. Которые все заберут на себя. И удалив их, мы получим там действительно пустоту. Так. Дальше идем. Что у нас еще на этом большом стволе. Значит, этот большой ствол у нас делится на два. На три. Да? Вот. Мы вот тут поработали. На этой почти ничего такого не заметила. И вот теперь на этой толстой ветве идем к ней. Но тут им неплохо видно. Придется все раздвигать. Но суть та же самая. Мы ищем, что у нас есть потолще. И будем их заменять. Сейчас обрежу. Так. Вот здесь уже потолще будут вот такого плана. Они более-менее равномерные. Поэтому не такие толстенькие. Но все равно мы стараемся их заменить. Вот это вот будет уходить. Сейчас, секунду. Не видно. Вот это мы убираем. Длинную толстую. А тоненькие оставляем. Дальше. Потом где-то мы сокращаем уже такие. Те, которые хотят стать более толстенькими. Заглядываем еще внутрь. Тоже вот что-то подобного плана. Ну вот, по сути, все. Тут она довольно-таки гармоничная. Много маленьких. Очень-очень много. Их мы потом просто сократим. Так, теперь идем. Значит, с большим мы разобрались. Идем вот к этим. Неважно, какой первые. Они примерно одинаковые. И смотрим. Тут у нас есть довольно слабая вот эта вера. Она уже получше значительной. Даже вот здесь начинают новые расти. Ее не трогаем. Но, чтобы она хорошо росла, нам надо вот тут наверху немножечко сократить. Поэтому этим мы сейчас и займемся. Тут мы их посотращаем просто обрезая сразу. Так. Смотрим, есть ли что-то у нас тоже большое. Не видно пока. Тоже не видно. Ну, более-менее. То есть, смотрите, здесь у нас получается просто вот эти все длинные. Мы их будем сокращать, переводя на что-то тоненькое. Так. Вот так. Тем самым мы тут их останавливаем в росте. Даем расти вот этой. Ее не трогаем. У нее будет расти сюда. Подрастет побольше. Она в лицо смотрит. Так что, как бы, вроде бы начнет мешать. Подрастет побольше. Потом мы ее сократим, что пробудит нам что-либо еще. Сейчас пока не трогаем. Все. Теперь можно взять... Если мы такое все повыбирали... Теперь будем просто... Убирать длинные. По всей кроне, по сути, сразу. Так. Вот так, чтобы вам хоть что-то было видно. Вот так вот бочком, если... Может быть. Так. То есть, по всей кроне выбираем очень-очень длинные. Или те, которые путаются и куда-то наверх уходят. Вот так. Если нам она нужна наверх, мы ее сокращаем посильнее, оставляя там маленькую веточку. Так. Секунду. Так. 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 Попробуем, наверное, встать. Может быть, сверху камеры будет лучше видно, что я обрезаю. А то вот так совсем не видно. Но когда растения уже так сильно обросшие, это, да, проблема становится показать. То есть, вот все мы их переводим на что-то более тоненькое. Убираем длинную. Вставляем тоненькую. Если нечего совсем, то хотя бы на листик в ту сторону, куда нам надо. Надо нам вверх, значит, сюда, сюда вверх идет. Надо нам, чтобы она сюда в сторону шла, тогда в сторону. А то они вот, что с ними получилось. Вот она пустая, пустая, пустая. Буквально один-два листика, и вверх тяжелый. Вот этот тяжелый верх падает. Закрывает. Не дает расти другим. Будет ровненькая здесь крона, более-менее. Мне так хочется именно в этой композиции. Так, ой, столько листьев, что сложно попасть. Вот те, которые нам надо, чтобы она шла назад, мы выбираем тогда вот эту нижнюю. Ой, так, вот то же самое тут, о, она из середины идет туда, тут вверх. А вот эти опять, вот выбираем вниз веточку, и туда пойдет. Так. Получается, постепенно, постепенно мы сокращаем. Взять, обрезать вот так вот просто, как топиарную форму, нежелательно. Мы потеряем очень много листьев, которые будут пораненые. Вот, получим некрасивую сразу же форму из-за этого. И, собственно, пробудим просто на конце вот ветви, если мы вот так ее просто срежем, не думая, да, вот так пришли. Просто получим пучок здесь на конце. А нам надо именно выбрать то, что нам подходит, тоненькая веточка. Это будет лучше. Поэтому, в данном случае, просто прийти и обрезать, именно стрижку сделать, это не очень хороший вариант. Лучше все-таки персонально каждую веточку пройти. Хоть это и довольно долго. Вот мы видим. Если мы ее просто обрезали бы машинкой, да, то было бы не очень хорошо. А так мы выбрали веточку, куда нам надо. Убрали пенек, который оказался чуть-чуть длинноват. Сделали его той формы, какой надо. Получается очень даже хорошо. Так, вот эта веточка у нас тоже внизу. Вот. Она так же, как и эта, не будет трогаться. Хотя очень хотелось вот тут обрезать. Ну, пока пускай еще растет. Вот, уже что-то у нас вырисовывается с этой стороны. Тут обрезали. Поднимаем вот так и видим, сколько у нас еще вот падающих. То есть обязательно вот так его как бы так прочесываем. Мы сразу видим, сколько у нас того, что еще есть. Что надо еще сократить? Дальше идем. Ну, тут не так сильно уже падает. Вот. Но вроде стояла, вот здесь она нормально. А на самом деле она оказывается где-то из середины. И, соответственно, она должна тут в середине и расти вверх. Поэтому это важно. Начинали это плетение из трех маленьких тоненьких фикусов. И вот постепенно вырос такой, что просто придать форму надо довольно долго сокращать, смотреть. Так. Вот эти длинненькие. Так. Когда к краям подходим, помним о форме. Тут я хочу, чтобы с этой стороны он был покороче. А сюда, чтобы был подлиннее. Поэтому, если где-то еще надо их подрастить. И это не будет падать на другую. Вот она падает, да. А ее надо бы сюда вырастить. Но, раз уж она так сильно падает, мы ее сильнее сократим. Даже, даже еще сильнее. Хоть ее и надо вырастить. Такое длинное междоуслое пока не можем позволить оставить. А эти немножечко. Чтобы они просто у нас... Ой. Так, ветвились. Пока что здесь еще она не совсем ровная. Где-то длиннее, где-то короче. Ну, это временно. И степенно мы здесь придем тоже. К тому виду, который нам нужен. Просто отпустить их расти нельзя. Они упадут вниз и все. И закроют здесь все. И будет не то. Нам надо, чтобы они держались. И при этом надо, чтобы они без проволоки держались. Хочется обрезкой этого добиться. Потому что не все, кто меня смотрит, любят работать с проволокой. Хочется показать, что просто обрезкой тоже можно. Обрезкой бывает дольше. Такие все работы провести. Чтобы добиться того, что нам хочется. С проволокой быстрее. Но в данном случае тут не нужно. Когда мы их там ставили ветви на места. Где-то использовали проволоку. Это было важно. А так уже можно без этого обойтись. Так. Ну вот. Смотрите, какой замечательный. Уже ничего у нас не падает практически. Тут немножко. Так. О, откуда растет. Видите? Вот, вот, вот. И она вот сюда ушла. Тут закрывает, мешает. Здесь она длинная. В итоге она внутри пустая. Да? Один лист, два. Длиннющие междоуслия. Вот тут наверху она только ветвица. Поэтому так сокращаем. И пускай там что-то пробуждает. Даже еще на одно междоуслие. Вот так. Поэтому когда вроде все закончили. Еще вот так прям пальцами проходим. Как волосы. И смотрим, кто у нас еще где падает. Кто у нас не на своем месте. Вот опять легла. Видите, какая длинная. Вот. Потому что они очень-очень быстро. Они поворачиваются к солнцу. Ложатся и стремятся туда. А нам надо, чтобы они здесь были наверх. Так. Вот уже дошли до тех, где просто прищипываются пара листиков. Точка роста. Сейчас он еще вот. Все это сделаем. Он немножко постоит. И потом я еще, наверное, завтра тоже приду. И вот так вот все посмотрю. Потому что они начнут занимать какие-то свои места. Вот. И будет видно, что где-то кто-то лег. Не очень удачно. И надо будет тоже сократить. Поэтому это такой процесс. Ну, там уже будет буквально точечно. Несколько, может быть. Может быть, несколько веточек. Вот тут вот что-то куда-то. Вот она. Вот она. Вот. Вот и закроем эту ямку. Которую получили, когда вот тут вот обрезали вот здесь. Сейчас закроется будет хорошо. Пенечки убираем. Сокращаем. Все. По сути, все. Вот еще один. Улегся. Все. На данный момент, думаю, все. Сейчас еще посмотрим на него. С лица. С боков. Со спинки. Ну вот. Стал причесанный. После парикмахерской. Вот сейчас видно, что вот тут длинный. Сверху, когда обрезала, это не видно было. А, это ветвь, которую я не хотела. Нет? Нет, не она. А, это вот здесь была веточка. Похоже. Так. Вот. Длинненький надо уже ветвить. Чтоб не был длинным, пустым. Так что осматриваем еще бока. Вот здесь. Так. Так. Эту опять, чтобы ничего здесь не срезать лишнего. Пускай растут. Все. Все. На данный момент все. Отправляется еще. У нас пока обещают такие прохладные утра. Где-то там 5-6 иногда. Днем 20, а утром иногда. Поэтому пока все фикусы еще в теплице. Наверное, еще через недельку мы их вынесем на улицу. И будет вообще замечательно. На солнышко приучаем постепенно к солнышку. Есть видео про то, как выносим комнатные растения на улицу. Если кто не знает, обязательно посмотрите. Если никогда этого не делали. И приучаем их к солнцу. И потом фикусы очень любят стоять на полном ярком солнце. Чтобы оно сверху было, с боков, на какие-то подставки, столы, на что-то повыше ставим. И им это будет хорошо. Все. Вот такой прекрасный. Вот еще. Пока крутила. Вот изнутри. Вот, вот, вот. Длинная, длинная. Надо тоже ее сокращать. А, она сокращена, но все равно очень длинная. Так. Все. Все. Подписывайтесь на канал. Увидите продолжение. Удачи! Удачи!